РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА АКТУАЛЬНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже недоумение. В ближайшее воскресенье, первый день наступающего года, в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Матфея, точнее сказать, вся первая глава целиком, и там перечисляется вся родословная Христа. Например, «Салуфиль родил Зарававеля», «Зарававель родил Авиуда» и так далее. С точки зрения построения текста, это довольно нетипичное начало. Длинный список имен, среди которых большинство из нас знает, разве что Авраама, Исаака, Иакова, может быть, царя Давида и царя Соломона. А остальные? Вот кто все эти люди? И зачем в начале такого важного текста, как Евангелие, стоят такие сложные имена? Ведь читатель может открыть книгу, и если чтение не пойдет, сразу ее закрыть. А речь идет о Евангелии. Попробуем разобраться с этим и в нашей студии протерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библистики Московской Духовной Академии. Добрый вечер, отец Андрей. Добрый вечер. Отец Андрей, объясните, пожалуйста, какое отношение к нам имеет перечисление этих имен, мужских имен? Мы, если кого-то и можем, наверное, воспроизвести из этих людей в памяти, то это Авраам, Исаак, Иаков, ну, может быть, еще несколько человек, царь Давид, царь Соломон и так далее, ну, а все остальные? Что это все значит? Ну, вы знаете, это именно то место, с которого часто люди начинают читать Евангелие и закрывать Евангелие, увидев, что там какой-то долгий список имен, и все непонятно. И я знаю несколько человек, которые, в общем-то, не смогли продвинуться дальше первых стихов первой главы Евангелия от Матфея и отложили чтение Евангелия на несколько лет. На самом деле, вот это скучное, в кавычках, перечисление имен, оно очень интересно, потому что каждое из этих имен — это такая гиперссылка на Ветхий Завет, потому что за каждым этим именем стоит либо краткая, либо пространная и очень интересная история. То есть перед нами перечисляются живые люди со своей судьбой, которые сыграли в разном смысле ключевую роль в Ветхом Завете. Поэтому очень интересно смотреть, а что конкретно каждый из этих людей сделал вот в священной истории Ветхого Завета. Может быть, очень увлекательным, интересным чтением и позволит расширить наши границы знания священного писания. Это первый момент. Почему перечисляются мужчины, хотя не только мужчины? Потому что глава семьи мужчины, поэтому выражение, что какой-то мужчина родил другого, нужно воспринимать в том смысле, что он его отец. Дальше, что очень интересно, что евангелист Матфей писал эти строки, вообще свое Евангелие, и его целевой аудиторией были иудеи. Он хотел, чтобы они уверовали во Христа. Для иудеев очень важное значение имели родословие. Вот, восходит ли семья конкретного иудеев к прародителям, к основателям народа Божия, избранного народа, или нет. И поэтому Христос доказывает этим родословием, что Иисус, из Назарета которого проповедуют апостолы, это обещанный пророками спаситель, который, согласно пророчествам, должен был быть потомком царя Давида. В общем-то, этому доказательству, но понятному и, скажем так, актуальному именно для иудеев, и посвящает евангелист Матфей первые строки своего Евангелия. Здесь еще есть один очень интересный момент, а именно то, что распределение этого родословия идет по 14 родов. Три раза по 14 поколений. То есть от Авраама до Давида, от Давида до Вавилонского плена, и от Вавилонского плена до дней Иисуса Христа. Хотя, если мы почитаем Ветхие Заветы, то мы увидим, что далеко не о всех людях сказано в этом родословии. То есть какие-то звенья этой цепи родословной, они упущены, причем сознательно. Евангелист Матфей сознательно делает этот список символичным, потому что, вы знаете, в древних языках цифры имеют буквенное обозначение. Так вот, число 14 в еврейском языке, оно торжественно написанию имени Давид. Поэтому три раза по 14, это еще и три раза имя Давид. Кто знаком с церковнославянским языком, поймет это, да, поскольку приходилось учить, да, цифровые значения тех или иных букв. Вот в еврейском, в древнеюрейском языке это точно так же. И следующий очень важный момент, это то, что в этом родословии содержатся имена людей, как праведных, так и очень грешных. Более того, что там имена не только мужчин, но и женщин, но большинство женщин, которые там перечислены, они известны отнюдь неблагочестивыми деяниями. Ра, блудница, Фомарь, которая согрешила кровосмешением, затем жена Ури, которая прелюбодействовала с царем Давидом, и Руфь, Мавитянка. То есть мы видим, что не все женщины, во-первых, благочестивы, и, во-вторых, не все они по крови являются принадлежащими к израильскому народу. То есть предки спасителя, в предках спасителя есть не только чистокровные израильтяне, но и есть иноплеменники. Не только праведники, но и грешники. Это говорит о том, что Господь пришел спасти и праведных, и грешных, что все нуждаются в нем, как в спасителе, и то, что он пришел спасти все народы, а не только один богоизбленный народ. Ну и получается, что и сам Иисус Христос, если говорить о его, скажем так, крови, не является именно чистым представителем... Иудейского народа. Да, иудейского народа. Равно, равно, кстати, как и другие люди, в общем-то, перечислены в этом списке. Спасибо вам. Напомню, в нашей студии был протерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской Духовной Академии.